Мне очень жаль, но вы вроде весь гнилой и окровавленный. Я? Гнилой? Окровавленный? По-моему, ты всё неправильно поняла. Почему вы так говорите, мистер Лось? Мистер Лось, но я не Лось, я смертно-червь. Ээээ, простите, смертоносный червь? Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами снова я, Наташа, и сегодня мы продолжаем играть в игру Фрэн Боу, которая вам и мне очень понравилась. Мы добрались с вами до леса, с нашим котиком, мистером Полночь. Боже мой, дверь открылась, ого, интересно. Пойдём, мистер Полночь, давай выясним, где мы. О-о-о, я... Ох, Фрэн, побыстрее бы найти наш дом, я умираю с голоду. Мистер Полночь, смотри, по-моему, мы на другой стороне моста. Помнишь тот, который мы пытались перейти, прежде чем упали в Иверсту? Да, я помню. Здорово, пойдём дальше, котик, только нужно быть осторожнее. Что ж, дверь за нами исчезла, значит, мы больше никогда, скорее всего, не сможем вернуться в мир деревьев. Ну, ладно, я вижу здесь джем. Это мои таблетки. Опа, кто-то привязал таблеточки на верёвочку и потянул их. Наверное, этот самый демон. Интересно, сколько времени понадобилось дереву, чтобы вырасти? Ну, деревья быстро растут, особенно если их не трогать. Хорошо, давайте дом. Мне кажется, это какая-то ловушка. Демоны не очень сильно хотят нас отпускать. Дом, наверное, дом в этом направлении. Смотрите, я сейчас опять, видите, её кто-то реально тащит. Скорее всего, какой-то жуткий монстр. Ммм, вкусные ягоды. Ягоды. Ну, лучше ягоды не брать. Непонятно, что это за ягоды. Потом сиди в туалете, ну, в данном случае под кустами. Давайте попробуем. С котиком можно поговорить? Нет, не хочет. Ох! Ну, блин, чего и следовало ожидать. Ох, нет, не нужно было трогать таблетки. Плохая, френд, плохая, приплохая. А у меня есть нож. Как бы. Изи! Изи просто. Ещё одна самая лёгкая головоловка. О! Френд, ты уже здесь? Что ж, я не ждал тебя раньше двух тридцати пяти. И, как я вижу, ты больше не в западне. Интересно. Так или иначе, позволь мне представиться. Я Итвард, твой верный друг. Я ему не доверяю. Итвард, я вас знаю. Вы кажетесь мне знакомым. Да, я со зданий ночи. Мы играли вместе. Я помог вернуть тебе мистера полночь обратно. Помнишь? Правда? По-моему, мне самой удалось найти своего котика. Эй, это вы свели сестёр с ума? Нет, я не сводил сестёр с ума. Они считали, что это был я? Да, понимаешь? Но всё потому, что они никогда не заглядывали в себя. Что подразумеваете под... Они не заглядывали в себя. Они обвинили меня и не признали тот факт, что родители их никогда не любили. Но давай не будем говорить о сёстрах, хорошо? Разве ты не узнаёшь меня, дорогая Фред? Длинный человек в цилиндре. Это слендермен без кожи. Я всегда приходил по ночам и рассказывал тебе истории, когда ты была маленькой. И я пришёл к тебе, когда ты меня придумала. Но я невоображаемый, понимаешь? Я часть твоей реальности. Я вас придумала. Вы выглядите очень знакомо. Не могу этого отрицать. Я существую, потому что ты существуешь. Правда в том, что ты смогла меня придумать, потому что я уже существовал. Впрочем, у нас нет времени говорить об этом прямо сейчас. Собственно, я здесь, чтобы отвезти тебя домой. Следуй за мной. Он какой-то подозрительный. Такое ощущение, что он ещё немного какой-то педофильный. Но он так говорит, я за тобой наблюдала. И я с тобой с самого детства. И он ещё длинный. Какой-то вот он странненький. Я не знаю, я бы не доверялась. Хотя, внешность обманчива, может быть. Но в данном контексте он слишком стрёмный. И звучит это стрёмно. Давайте я ему скажу, что я не могу доверять. Но вы в комментариях обязательно напишите, что бы выбрали вы. Пошли бы с ним. Или бы тоже, как я, не доверились бы ему. С какой стати, сэр? Я не могу просто взять и довериться вам. Я не причиню тебе вреда. Я несознанность, я твой друг. Вот как ему верить, а как ему и не верить? Ладно, вы кажетесь хорошим. Я пойду с вами, но я всё ещё вам не доверяю. Ну и отлично, идём. Я хочу тебе кое-что показать. О, что же он мне покажет? Пишите ваши варианты. Пыску. О! Да он злобный весь. Я ему не доверяю. Ладно. О, какие-то часовые механизмы. Узри. Летательный аппарат Этварда. Что думаешь? Ээээ... Ну, выглядит масштабно и интересно. Больше похоже на паровоз какую-то. Ну, давайте его похвалим. Мне нравится. На нём много кнопок, которые можно нажать. Да, я повезу тебя домой на этой великолепной машине. Мы полетим, как только я поправлю детали. К тому же еще нет 20-35. Замечательно, но что насчет 20-35, сэр? Я не понимаю. В этот момент время замедляется, что позволит нам войти в ультрареальность. Внутри ультрареальности мы можем путешествовать туда, куда захотим. Прямо сейчас мы находимся в бесконечных пределах второй реальности. А ты являешься частью третьей реальности, понимаешь? Да, я понимаю, звучит безумно, а я не понимаю. Но, сэр, мне нужно просто ждать, пока вы закончите чинить машину? Ждать? Конечно, нет. Ты можешь достать воду и огонь ягоды, хорошо? Хорошо. Наверное, лучше сделать что-то, чем ничего. Отлично. Вот мое удивительное ведро ручной работы. Я сам его сделал. Какая-то личка. Ах, и огонь ягоды. Ты поймешь по огню, какие ягоды нужно взять. Хорошо. Но, сэр, могу я спросить, зачем вам ягоды и вода? Ягоды являются невероятно хорошим топливом. Их хватает на очень много часов. А вода нужна, чтобы избавиться от грязи, от камалов. Камалы? Понятно. Только бы они не крутились вокруг летающего аппарата. Никогда не угадаешь. Но мы знаем, что они не любят воду. Так? Ах, дорогая, чуть не забыл. Твои таблетки. Они тебе нужны. Некоторые вещи все еще невидимы для твоих глаз. Понимаешь? Вот. Ура, у меня есть пилюли. Невидимо для моих глаз. Понимаю. Что ж, спасибо. Я пыталась поймать таблетки, но западня поймала меня раньше. Ах, да, насчет этого. Извини. Мне нужно было как-то привлечь твое внимание. Ничего, сэр. Я выбралась в мгновение ока. В любом случае, я пойду за водой и огонь ягодами. Сейчас вернусь. Отлично. Я подготовлю машину. Хм. Очень подозрительный тип. Ух ты, механическая птичка. Восхитительно. Ох, мой дорогой, я очень надеюсь, что летающая машина доставит нас домой. Я тоже, но если она сломается во время полета, мы можем пострадать. Ты прав, котик. Это пугает, но давай сохранять спокойствие. Мы не можем загадывать. Сдается мне, это какая-то западня. Меня тут вылизывают какие-то существа. Фу, я выгляжу уродливо. Фу, они странные. Этот меня жрет, а этот лижет. Гадость какая. Ух ты, так много волос. Такие блестящие. Я знаю, чьи это волосы. Наверное, тех самых штуковин, на которых мы когда-то с вами расчесывали. Давайте посмотрим. А, то же самое она говорит. О-о-о, вот это прикол. Это лось. Убирайся, убирайся, ты вкторглась на мою территорию. Что, простите, я думала, что вы мертвы. Как ты могла такое подумать? У тебя нет никаких манер, юная леди. Мне очень жаль, но вы вроде весь гнилой и окровавленный. Я? Гнилой? Окровавленный? По-моему, ты все неправильно поняла. Почему вы так говорите, мистер лось? Мистер лось, но я не лось. Я смертный червь. Э-э-э. Простите, смертоносный червь? Нет, не смертоносный червь. Смертный червь. Я не хочу... А, я не хожу, я не убиваю существ. Я лишь предаю земле то, что существа забрали, в чем они больше не нуждаются. Но я вижу только говорящего лося. Где вы? А-а-а. Здесь, внизу, существо. Ты меня видишь? Вот вы где? Вы такой крошечный. Привет, меня зовут Фрэн. Привет, Фрэн. Могу я спросить, почему ты дотронулся лося? Обычно только падальщики трогают мертвых животных. Ты падальщик? Конечно, нет. Я хотела взобраться на него и достать огонь ягоды. Понятно. Думаю, это возможно. Этот лось все еще крепкий и твердый. Но огонь ягоды горят. Ты можешь обжечься. Да, я вижу огонь, но мне нужно как-то их взять. Удачи тебе. Сбирайся, я продолжу работу. Спасибо, сэр. Очень интересный червяк. Очень прям. А-а-а. Я не могу их... А, я же могу их в леечку засунуть. Это бы сработало... А-а-а, ясно. А-а-а. Спустись тогда, моя дорогая. Ад, кстати. А когда-то на этой табличке было написано «Дом». А сейчас ад. Ад? Что ж, я туда не хочу. Так, мы сейчас, видимо, найдем те самые волосы опять. Да? Привет. Вы те сияющие насекомые, что застревают в деревьях? Да, мы обычно застреваем. Откуда ты знаешь? Ты не одна из нас. Я встречала таких, как вы. Я помогла им освободиться. Как мило с твоей стороны. Любопытство приводит к непривиденным ситуациям. Да, по-моему, любопытство это хорошая вещь. А вы застряли? Вовсе нет. Мы просто хотим сделать наши волосы самыми длинными. Ого, звучит потрясающе. Удачи. Мне пора идти. Пока. Очень короткий диалог. Давайте перестанем пока принимать пилюльку. И попытаемся найти... А может быть, надо ведро кинуть сюда? Но это, наверное, откровенно плохая идея. А, нет. Мои ботинки вези. Я их почищу, когда вернусь домой. О, нет. Я не могу дотянуться до воды отсюда. А если так? Ясно. А что же в этой штучке? Интересно, для чего палантра сдал ее мне? Я не могу ее открыть. Ну, конечно. Я даже не понимаю, что с ней делать. Та-та-та-та-та-та. Ну, очевидно, это мне ничего не даст, но вода здесь. Мне нужно найти то, чем, наверное, я смогу опустить ведро. Какую-то веревку. Или лиану, может быть. Что-то такое. Ах, дерево идеально подходит для домика. Какая прелесть. А тут нет ничего. А-а-а! У меня есть идея. Надо ее протестировать. Может быть, я смогу взять и отрезать? Даже не буду пытаться. Не хочет. А вот какая-то веревка. А, это волосы те же самые. Ну-ка, отрезай. Нет? Я не могу это сделать. А-а-а! Блин, не туда нажала. А не сможем ли мы вот у этой большой штуки что-то отрезать? Но надо пытаться. Ничего, конечно, о чем я думала. Ну, это ничего мне откровенно пока не дает. У меня есть леечка. Но она ничего не хочет делать с этой леечкой. Она не достает. Но это неудивительно, что она не достает. О, нет. А это что? Я знала, что мы на другой стороне. Тот самый мост, который отвалился. А-а-а! Опять начались затупки. Я, наверное, опять чего-то не вижу, но надеюсь, что я не одна. Хм. Огонь ягоды. Но я их смогу взять только если у меня будет вода. А чтобы взять воду, мне тоже надо что-то сделать. Вопрос что? Вот ягоды. Ммм, вкусные ягоды. Так, кукушка. Какая-то дверь. Еще ягоды. А если я с ним поговорю? Ты уже нашла воду и огонь ягоды? Они нужны нам, чтобы вернуться домой. Да я-то нашла. А я не смогу сюда зайти? Нет. Непонятно. Фу, я выгляжу уродливо. Вытаминела, не так ли? Не думаю, что они в огне. Очевидно, у меня проблемы. Ух ты, так много волос, такие блестящие. Но она не хочет их резать. Я бы отрезала эти дурацкие волосы, серьезно. Убирайтесь, падальщики. Смерть и червь, сэр, вы придете носить меня, когда я умру? Я всегда прихожу к тем, что время прошло. Не волнуйся. Зачем тебе плохо? Мы увидимся снова, когда я буду очень старая. Скоро мне будет 11, но это мало, так что не сейчас. Мы увидимся при верных обстоятельствах. Очень странно. Когда мы выпали в Исту, здесь не было воды. А может быть... Почему она не хочет? Ну-ка, давай, сделай. О, прошу, мне нужна помощь. Позвольте привязать это ведро к вашим волосам. Вот, я же говорю, это как веревка выглядит. Привязать ведро к нашим волосам? Зачем? Звучит безумно. Вовсе не безумно. Мне нужна вода из-под утеса, но я не могу дотянуться. Мне необходимо использовать ваши волосы, как веревку. Прошу, помогите. Хорошо, мы поможем тебе. Крепко привяжи ведро. Ах, спасибо, вы очень добры. Наполните все ведро, пожалуйста. О, прикольно. Прекрасно. Теперь ведро полно воды. Спасибо, сияющий насекомый. Теперь мне пора, я должна идти домой. Дом там, где мы хотим находиться. Но разве дом находится где-то? Что? Простите, я не совсем поняла вопрос. Это был риторический вопрос. Я имела в виду, что ты и есть твой дом. Пригласи себя внутрь. Там ты найдешь много дверей, чтобы открыть. Ах, звучит загадочно и красиво. Я попробую как-нибудь в другой раз. Пока. Бери ведерко. Так, теперь я могу залезть на лося, что логично, собственно. И применить... Да нет, дорогой мой. Я хочу залезть. Дай мне залезть. Вперед. Сейчас будем забирать ягоды. Я так понимаю, я их сейчас тушу. Забираю ягоды и снова мне нужно будет набрать, видимо, водички. Тушим. Я не могу сорвать их руками, они крепко держатся. Отрежь. Супер. А, ветка сейчас обломится, да? Или нет? Все. А вода у меня осталась. Кстати, надо сейчас посмотреть. Я что-то не обратила внимания на это. Да, вода осталась. Супер. Идем к нашему подозрительному мужчине. И... А, ну с ним, наверное, надо просто поговорить, она ему сама все даст. Ты уже нашла воду и огонь ягоды. Они нужны нам, чтобы вернуться домой. А, он хочет, чтобы я ему, видимо, дала. Может, их надо объединить? Нет, не надо. Надо просто использовать. Сэр Эдвард, вот полное ведро воды. Мне помогли сияющие насекомые. Ты имеешь в виду люцифернов? Да, они милы, но только в этой реальности. Они опасны. Если ты столкнешься с ними в пятой реальности, они могут тебя сжечь. Ого, сжечь меня, но я еще не была в пятой реальности. Не рекомендую. То, что имеет смысл там, может пагубно на тебе сказаться. Ох, я забыл поблагодарить тебя за воду. Спасибо, Фрэн. Так, и осталось ему отдать ягодки. Сэр, я принесла огонь ягоды, но они больше не горят. Великолепно, этого будет достаточно. Большое тебе спасибо, моя дорогая. Ах, Фрэн, сейчас 2.34, путешествие начинается. Пойдем внутрь машины. Ух, я бы с ним никуда не пошла, он слишком подозрительный. Ух, сейчас зайдем. Ты зашел и не вернулся. Или сейчас улетим? Почти как паровоз. Что с паровозом? Все, у меня сломался язык от волнения. Мы улетели благополучно. Сейчас 2.36. У нас есть прекрасная возможность достичь цели в хороших условиях. Скоро мы отправимся в третью реальность. Ты рада, Фрэн? Я не знаю. Я бы радовалась, если бы лучше понимала реальности. Скоро ты поймешь. Ответы не так легко распознать. Хм, как по мне звучит странно, сэр. Время течет так, как должно, чтобы ты была жива. О, если бы все это произошло сейчас, ты бы, наверное, взорвалась. Вы хотите сказать, что ответы, которые я ищу, придут ко мне, когда захотят? Не совсем. Знаешь что, я бы сказала, в течение времени ты должна испытывать и исследовать, чтобы понять. Это значит, что ответы придут, когда ты их найдешь. А не тогда, когда другие расскажут, где их найти. Ах, я понимаю. Что ж, теперь я рада, вы пробудили во мне любопытность. Это лучшее, что ты можешь сделать. Будь любопытной и будешь всегда удивляться. А сейчас, Фрэн, нужно заняться делом. Разговоры не доставят тебя домой. Каким делом, сэр? Машина нуждается в ремонте, и я думаю, что ты отлично справишься. Вот огонь ягоды и вода, что ты собрала. Спасибо. Они понадобятся тебе для починки водяного насоса и синтеза топлива. Всю необходимую информацию ты найдешь в помещении слева. Но ты больно ходить в любое помещение, в какое захочешь. Я буду очень занят починкой автопилота. Если у тебя возникнут вопросы, я буду здесь. Но я никогда не делала ничего подобного раньше, что делает это более увлекательным. Веселись, моя дорогая. Ладно, я пойду. Мне нравится его система вот этого движения на велосипеде. Наверное, поэтому он, собственно, вот такой вот скелет худой. Это такая, видимо, шуточка. Что ж, тут есть куча всяких приборов. Книжка, но, наверное, она мне ничего не... А, нет, смотрите, она мне показывает стопу. Выглядит омерзительно, особенно вот здесь в разрезе. Но мы не сможем с вами ничего прочитать, потому что тут написано на языке и версты. А, видимо, он делает себе обувь. У-у-у, у него нет ног. Интересно. Мы можем включить музыку, кстати? Хм, эта музыка вызывает у меня ассоциации с вилками. Бывает, видимо. Алло, говорит Френ. Кнопочка. Еще кнопочка. А если я приму здесь пилюли, что будет? Э-э-э, пеннивайз. Ед, было стрёмно, ребят. Я говорю, он какой-то нечистый. О, тот самый заводной котик. Помните его? Куда он пошел? Он исчез. Ладно. Он куда-то испарился. Так, это насос. Ух ты, какой огромный волчок. Ах, комбас идет кругами, вверх тормашками и в никуда. Тут какие-то пробирки. Бутылочка. О-о-о-о. Я сейчас чувствую, мы будем с вами вот это заниматься переливаниями всякими. О-о-о, нет. Сейчас я все... Как ее убрать? Ясно. Наверное, вот эта инструкция. Вид в реальности. Вид в ультрареальности. Микроэлементы в огонь-ягодах ускоряют машину и дадут долгую жизнь ее функциональному двигателю. Огонь-ягоды. А, прекрасно. Мне снова нужна бумажка, чтобы записывать. Так, значит, что у нас есть? На горелку у нас какой-то элемент N166. На горелке. Этой... О-о-о-о. Чего так сложно? У него идет оранжевая трубочка, да? Давайте посмотрим. Оранжевая трубочка. Там должно быть N166. А у меня такое вообще есть? Тут только... На, ну вот это, наверное. Наверное, вот сюда. Вот. Хорошо. Это мы сделали. Смотрим дальше. Дальше идет голубая трубочка из R15 в A18. То есть из вот этой трубочки берем вот это. Всомываем ее вот сюда и сюда. В смысле? А, эти тоже надо забрать? Что? О, блин, ребята. Что-то все плохо. Подождите. Я уже забыла. Еще раз. Так. R15. 2PF. A18. Сейчас мы зальем сначала все эти элементы. Так. Значит, R15. Есть такое. R15. Наливаем вот сюда. Потом мы берем 2PF. Это вот это сюда. И наливаем A18. A18 это вот этот раствор. Так. И чего? Теперь у меня есть вот эта трубочка. Хамета сюда не подходит. Почему? Что я не поняла. Почему? Так. Тут же на картинке по-другому. Розовая трубочка идет в серединку. Зелененькая трубочка идет. Ой, блин, ребят. Нифига не понятно. Так. Во-первых, надо еще зажечь. Зажечь. А, точно. Тогда будет работать. Да? Так. И что? Что у тебя внутри? У меня есть еще розовая трубочка. Розовую трубочку мне показывали. Нужно всунуть куда-то вот сюда. Это что? Посмотрим. АФМ. АФМ. Отсутствует. Что такое АФМ? И для чего он нужен? Для чего нужен АФМ? Ну-ка, давайте посмотрим на это картиночки. А, 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 это зеленый вот этот ингредиент. Что ж, видим. А это что? Это для чего? Абсолютно пустой. Может, сюда надо залить воду? Теперь бак наполнен водой. О, он протекает. То есть мне его еще нужно заклеить чем-то. Прекрасно. Мне нравится это. Хорошо, видимо, нам нужно сейчас поблуждать так хорошо по кораблю, чтобы... О, ваза без цветов. Карандаш. Пробирки. Куча шестеренок. Смотрите на этот беспорядок. Так, а здесь что? О, а, это про... Так, нужно повернуть вентиль. Вот так. А потом куда-то его всунуть и поджечь, да? Ладно, мы запомним, что тут есть такая инструкция. Понимаю, что я сделала все максимально как-то странно и тупо. Ну ладно, давайте пойдем в эту комнату, посмотрим. А, вот-вот-вот, изолента. Есть. Молоток. Пригодится молоток, очевидно, чтобы колотить вещи. Возможно, потом он мне пригодится. Пригодится. Давайте сначала сходим в эту комнату. Ой, здесь очень миленько. Ой, так, ну... А сюда мы можем пойти? Дверь запята. Возможно, Этвард откроет ее позже. Ага, там у Этварда секретики. Ладно. Какая-то машинка. Интересно, что подсчитывает эта машина. Ох, похоже на математическую загадочку. Загадочку. А, задачку. Загадочку. Это что? Кукольный театр? Кажется, чего-то не хватает. Ключи, очевидно. Надо найти еще ключ. О, боже. Здесь есть на что посмотреть. Можно подняться наверх, но она заперта. Угу. Милые мишки, они держат друг друга за лапы. Хм, множество крошечных перчаток. Это король Жьяр. Я узнаю его. Много обуви, может она слишком тесная. Эта лампа выглядит как чайник с вилками и ложками. Примем пилюльку. Ну, конечно, эти сучки тут сидят, а. Они мне сейчас просто так его не дадут. А, не, смотри-ка, Даля. Здесь, чтобы убить Этварда? Хорошо. Я думаю, что пока что у меня есть ключ. Можно его сразу применить, раз мы в этой комнате, и узнать, что тут лежит. С окном мире из цвета и тьмы Шарм друг другу и сестры украли. После всего решить не могли. Верно ли то, кем они стали? Мия злилась, а Клара грустила. Безумие их двоих охватило. Безумные девочки, ах! У них поселился внутри... Итвард создание ночи. Был он повсюду, наяву и во снах. Поучало величие их раздвоения. Не могло уложиться в их головах. Итвард был другом. Межсветом и тенью. Итвард был сер. Но Клара и Мия однажды решили избавить себя от него навсегда. Умри, существо, они завопили. Но за место сестру убила сестра. Умершие сестры... Умершие... Простите. Друг друга винили. Твоя вина, Клара. Твоя вина, Мия. Итвард пришел в последний к ним раз. И он им сказал... Вы обе в ловушке. Но дам я вам шанс. И продолжал. Мир был к вам жесток. Чтоб себе доказать... Вас шили вместе. И зеркало дали, чтоб вы могли наблюдать. Я дам ваш лип то, что у вас уже было. Только один крошечный шанс. Понять смысл жизни. Но время уплыло. Осталось его немного у вас. Лишь кот пропадет. И в колодец дверь будет открыта. Конец. Что ж, мы узнали историю о близняшках. Все? Так. И что это мне дало? Летающая машина невероятна. Она может летать. Ну, допустим, мы с вами узнали историю этих девочек. Но для чего? Может быть, если я зайду вот в такой реальности, что-то изменится. Но мне кажется, что нет. Да. Хорошо. О, а смысл? Я плохо вижу здесь совсем. А это? А могу ли я? Нет, не могу. И в эту комнату тоже, да? Пока не могу войти. Дверь заперта. Возможно, и в эту комнату откроют ее позже. Что ж, здесь я ничего пока что не увидела. Вот реально. Ничего, кроме как вот этой, так сказать, вещи. Примем пилюлю. О, красивая, кстати. Секунды, минуты, часы и дни. Тик-так, тик-так. Я забыла понять тебя. Я забыла уделить тебе немного любви. Глаз. О, трубка. Прекрасно. Еще одна трубка. Глаз. Колба. Есть ли тут что-то еще? О, еще трубка есть. Еще одна трубка. Давайте ее возьмем тоже. Прекрасно. Теперь у нас есть, надеюсь, все трубки. Хорошо. У нас пока до сих пор нет того элемента, но мы сейчас сначала давайте заклеим изолентой порванный кабель. Вот эту штуку надо повернуть вот таким образом. Защелкнуть, видимо, вот так и сделать что-то вот так. Значит, это не работает. Ну, пока не работает. Пока. Потому что надо сначала, наверное, сделать что-то здесь. А у меня что еще есть? Так. Вот. Голубой. И куда надо было вставить зеленый? Вот сюда, наверное, да? Ну, не факт. Шланг-осминог в нужном месте. И что? Что дальше? Что у тебя внутри, бутылочка? Что у тебя внутри? А, надо повернуть как-то. Да? Непонятно. Огонь достаточно велик. Это хорошо. Так. Смотрим еще раз. Значит, у меня идет оранжевая трубка. Оранжевая. Потом идет голубая в А18. Голубая. Розовая идет от голубой в 2ФП. Розовая. Зеленая идет в А18. А18 идет в баночку пустую, голубая. Потом в ПП-15 идет оранжевая трубочка в пустую баночку. И эти две пустые баночки зелененькой трубочкой идут в большую баночку зеленая. Господи, ну и схему я тут нарисовала. Чтоб вы понимали, вот. Я не знаю, поможет ли мне это или нет, но давайте разбираться. Могу ли я высунуть трубочки? Что у тебя внутри? Они не дают мне. Ну, давайте проверим. Так, оранжевая. Голубая. Но зеленая. Зеленая в правильном месте стоит. Розовая тоже в правильном. Но она, видимо, их правильно сразу в места всунула. Так что... Но мне чего-то не хватает. Я не посмотрела, кстати, как надо было вентиля повернуть. Вентиля надо повернуть. Красный в ту сторону, синий в эту сторону. Так, красный в ту. В ту. Красный сюда, этот сюда. Вот так. Так, и шо? Видимо, надо сделать что-то здесь. А что там было, кстати, на вот этом рисунке? Так, налить воду. Я это сделала. Вентили поднять, опустить вниз. Вниз. Параллельно. Так, хорошо, давайте смотреть. Так. Здесь все есть. Вода. Сюда. Покрутить. Да? Ну, что? Что-то... А, поджечь надо, блин. Глупая. Я забыла про этот шаг. Так, и что? Это горит. Здесь что? Работает что-то или чего вообще? Что у тебя внутри бутылочка? АФМ. АФМ. Может, их надо смешать? У них можно что-то наливать? Что у тебя внутри бутылочка? Так, подождите. А как там? Р15. Р15. А, нет. Н166. Р15 в этой колбочке. Два ФП в этой. И А18 здесь. И чё? Вот, А18. Чё-то я делаю не так. Чё я делаю не так? Непонятно. Ух ты, какой огромный волчок. Компас идёт кругами, вертой, амашками и никуда. Ммм, они не для того, чтобы пёть воду. Довольно маленькие. Вид в ультрареальности. Может, мне надо добавить ягоды? Ну, это всё сделано. Зелёненькое горит. Оно идёт вот сюда. Давайте попробуем добавить куда-нибудь ягоды. Может, это сработает. Я не знаю. Готово, Френбоу. Супер-мастер Кимми. О, да. Как я должна была до этого догадаться? И что мне это дало? О, я починила. Френ, я наконец-то смог починить автобилот. Тебе нужна помощь? Думаю, у меня уже всё получилось. Я сделала всё, что вы меня просили. Очень хорошо, Френ. Похоже, всё прекрасно работает. Да, всё выглядит просто великолепно. Что нам теперь делать, сэр? Что ж, я хотела узнать, боишься ли ты кроликов. В одной из комнат есть маленький кролик. Я сильно его боюсь. Ты поможешь мне избавиться от него? Кроликов? Думаю, зависит от кролика, сэр. Учитывая всё, что я видела, я не могу представить лишь один вид кроликов. Это шоколадный кролик или рогатый с глазами убийцы. Тебе нужно увидеть самой. У этого розовый нос и синие ботинки. Он там просто сидит, не моргает, не шевелится и постоянно пялится на тебя. Звучит очень страшно, сэр. Покажите его мне, иначе я никогда не узнаю. Ты очень храбрная, дорогая. Следуй за мной. Кажется, он откроет нам сейчас ту самую комнату, которая до этого была закрыта. Да? Ну, открывай. Пойдёмте смотреть на кролика. Что ж там за кролик такой? Там сидит какой-нибудь батя. Вот, видишь, он просто сидит там. Разве это не странное поведение? Как по мне, это просто игрушка, сэр. Она не будет двигаться. Не могла бы ты наладить с ним контакт? Я не осмелюсь его трогать. Хорошо, сэр, я возьму кролика и покажу вам, что здесь нечего бояться. Возьмём кролика. Но, возможно, он сейчас во что-то превратится. Видите, это просто пушистый кролик, здесь нечего бояться. Ах, ты права, Фрэнс, здесь нечего бояться. Ах, ты собака, я говорю, ему не надо было доверять. Что? Не уходите, мистер Полноч, это не смешно. Ах, ты собака. Итвард хитрожопый. Он реально что-то задумал. Так, здесь есть цифры. Один. Йена. Один. Йена. Четыре. Вот так идёт. И палочка. Это крат. Ах, я, кажется, догадываюсь, для чего это комбинейшн. Два. Два. Палочка. Точка. Дэс. Придётся записывать, потому что я такая забывчивая. Пригодится. Почему нет? Кораблик. Это сделал бумажный кораблик. Карандаш. Он мне не нужен. Какие-то кнопки. О, это лифт. Похоже, машина нуждается в энергии. Ух ты, механическая рука. Ты живая? Да, видимо, мне надо будет сейчас что-то сделать. Хорошо, давайте сначала прочитаем все эти таблички. Три. 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 Это две и точка. Три. Так произносится. Морковка. Зачем? Может быть, дать её кролику, и он станет живым? Тьфу, не работает. Ну да. Так, а здесь у нас зелёные листья. Пять. Пять это что-то похоже, простите, на букву Е. Пять. И написано Шнэнк какой-то. Шэнк. Шэнк. Да будет так. А если я сюда встану? А, ну она, наверное, без меня уедет. Ух, ну кнопка заставила подняться прям как крифт. Значит, сюда нужно что-то поставить. А, вот, вот, сюда и нажать вот эту, наверное, кнопку. Вот я глупый. Батарейка. Для чего батарейка нужна? Наверное, нужно встать сюда. Похоже, может, нужно... Так. А может, её надо открутить? А, ну да, вот тут болты. Гайки и болты. Никогда не знала, что есть что-то. Может, она открутится ножом? Хм, нет, хм. Теперь мне любопытно, интересно, что там внутри. Да, скорее всего... Хм... А если я приму пилюлю? Нормально, вот он. Ох, механический кролик, совсем не милый. А давайте мы ему дадим морковку. Так, и чего? Совсем не милый. Что будет? А, за ним пять. И что? И что это? Так, я сейчас сделаю тупую. Я сейчас буду фоткать. Потому что это я не нарисую. Пять е шненг. А, они, может, изменились? Шесть. 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 Ладно, я буду всё фоткать. Шесть. Изменилось, видимо. Цифры изменились. Да, появились другие цифры. Восемь. Интересно, для чего? Ещё одна восьмёрка. А, тут ещё стрелочки есть. И девять. Девять. Все посмотрело? Одна за кроликом. Вот это, вот это. Вот это. Вот это. Это пустая. Так, и вопрос, для чего? Она меня поднимет сейчас? А, нет. Хм. Вопрос, для чего? Мне дали. Кстати, этот кролик, заметили, он одет. Хорошо. Интересно. Горит красный цвет. Может, что-то сломано? Ну, конечно, сломано, блин. Для чего может пригодиться это? Ну, она даёт мне механическая рука. Но мне нужно подняться как-то в лифте. Для этого его, наверное, нужно как-то открыть. Может, её надо как-то изучить. Интересно, для чего... А, ну там нет даже таких цифр. Пусть будет морковка. Но он поднимается. Ну, я не могу там ничего сделать. Хм. Когда ты тупенький немножко, да? Дверь закрыта, да, конечно же. Мистер Полноч, скажи что-нибудь. Не забирайте моего котика снова. А если я положу сюда? Но он сейчас нагнётся. И чего? Ну, я увидела, да, опять. Я её даже сфоткала. А если я вот так сделаю? Нет. Ничего не даёт. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вот этой выкрутили. Ну, а что ты не крутила до этого? Что ты до этого не крутила, блин, глупая? Вообще, я же нажимала, она не хотела ничего применять. Так. Теперь убирай эту панель. Вставляем сюда вот эту писюлечку. Перфект. Замечательно. Теперь залазим сюда. И что это даёт? Ага. Всё. Теперь мы можем подняться. Это очень здорово. Наверху, скорее всего, и будет... О-о-о-о. Это мои родители. Это мама и папочка. Вы ли это? Мамочка, папочка, кто сделал это с вами? Офигеть. Вот это их нашинковало, конечно. Знатно, я вам скажу. Эй, там никого нет. Символ воды. Наверное, это что-то с чем-то связано. А-а-а. Вот. Она не попадает, да? Ладно. Здесь есть люк. Я видела подобное в кино. Вор всегда знает, что делать. О-о-о. А-а-а. Как понять, какая... Что было первым? М? Надо спуститься. Надо спуститься и принять таблеточку. Идет глаз. Давайте пытаться, я не знаю, добить этот люк. Но почему-то, я не знаю, эта комбинация, она не захотела сработать. Так. Нечто упало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. открылась она открылась она открылась о сейчас я и тварду с ракута надеру за своего кисика чё ты дурак сюрприз френд с днем рождения вечеринка в честь дня рождения думала вы хотите убить мистера полночь мы собрали чтобы отвлечь тебя мне очень жаль что нам пришлось тебя обмануть мой друг мы хотели сделать тебе сюрприз моя дорогая френд присядь поешь торт ладно спасибо котик вы меня очень удивили спасибо вам и творце что тут подозрительная херня начинает твориться торт сделан из твоих любимых ингредиентов мистер полночь мне о них рассказал и у нас есть кое-что особенное для тебя от всей команды нашего корабля это значит от всех нас существ рожденных естественно или вручную держи надеюсь ты найдешь это познавательным а его какой-то сверток вот это да мне нравится упаковка могу его открыть пожалуйста да вперед открой его хорошая ли это мысль а это котик ух ты игрушечный кот большое спасибо мне нравится он очень красивый он может дать твоим глазам новое восприятие знаешь как ультра реальность именно это происходит когда я принял все я уже сломалась именно это происходит когда я принимаю таблетки сэр я вижу ультра реальность ну зависит от обстоятельств тебе нужны какие-либо пояснения да пожалуйста смотри ты видела смесь из различных реальностей да а ультра реальность это невидимая комната где все существует одновременно например в это самое время и в этом месте у нас вечеринка в честь дня рождения но в ультра реальности постоянно происходят другие вещи более медленные более быстрые или просто невидимые для человеческого глаза благодаря времени люди могут различать прошлое настоящее и будущее возможность определять вещи ограничивает реальность это помогает людям понять свою окружающую среду у тебя другое восприятие окружающей среды она не связана с определениями ты понимаешь о чем я я не уверена сэр думаю возможно мне голова идет кругом а это того что корабль то поднимается то опускается задуй свечи дорогая моя мы скоро достигнем цели вы имеете ввиду что мы вот-вот будем дома ты слышал это котик да мы вот-вот прибудем правда ух ты как волнительно хорошо сейчас сейчас что-то будет о нет 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 это я думаю валоки ой-ой что-то происходит мистер помощь ты в порядке я в порядке но надеюсь корабль не сломается звучит опасно фрэм ты должна помочь мне снова нужно везти машину камалу уничтожили автопилот один остался в живых ты должна от него избавиться найди его быстрее как мне это сделать сэр вода она очищает от грязи поспеши помни он может скрываться от твоих глаз боже мой котик мне страшно мне тоже моя фрэм мы должны найти камала очень надеюсь что вода его уничтожит пойдем что ж я думаю что на этой волнительной ноте мы закончим данный летсплей так что пишите ждете ли вы продолжения победим ли мы камалу но я думаю что мы победим потому что мы победим не забывайте подписаться на мой канал поддержите меня лайками а мы с вами увидимся уже очень скоро всем пока